Друзья, всем привет! Не смог пройти мимо этого видео, мне его не так давно прислали ВКонтакте, в моей группе. Посмотрев его, скажу вам честно, я просто подпрыгнул на одном месте, потому что я видел, конечно, очень много ситуаций с полицией, видел много ситуаций со старой милицией, со старым ГАИ, но то, что происходит на этом видео, мне на сегодняшний день не поддается логическим никаким объяснением. То есть, как обычно это бывает, начала конфликта нету, то есть люди, по всей видимости, которые стали свидетелями, уже начали снимать все в момент конфликта, но со слов окружающих людей можно понять, что приехала полиция, то ли ее вызвали, то ли она пришла сама, был молодой человек, на вид ему до 18 лет, обычный тинейджер, который, по всей видимости, то ли распивал пиво где-то на лавочке, то ли находился на детской площадке с пивом, непонятно, что произошло, но суть такова, что данного человека на видео два полицейских просто ломает. Почему я говорю ломает? Потому что другими словами это звать нельзя, то есть непонятно, что полиция от него хочет, неясно, их действия не похожи на то, что они хотят его задержать, посадить в автомобиль, либо же надеть наручники, либо еще что-то. У меня в полное впечатление, что просто пацану хотят сделать больно, то есть ему выкручивают руки, при этом пацан совершенно не сопротивляется, совершенно ведет себя адекватно, по нему видно, что он нормальный, абсолютно молодой пацан. Я не знаю, что стало возможным для такого применения и не обоснованного полицией силы, но то, что происходит потом, меня вообще повергло в шок. То есть понятно, что эти все мамочки, которые находятся там вокруг, пытаются правдами и неправдами этого пацана вырвать, многие из них вообще, ну, конечно, не очень красиво общаются, но их можно понять, их эмоциональное состояние, но то, что потом происходит, просто меня повергло в шок. Один из полицейских достает дубинку и начинает этой дубинкой просто обороняться от женщин с детьми. Я не понимаю, неужели это та полиция, которую мы ждали, которую мы хотели? Вы видели неоднократно в моих и других сюжетах, что бывает, когда вызываешь полицию, например, на ларек с паленым алкоголем, который продают незаконно. Вы видели, как общаются с торгашами, которые барыжат этой водкой, как к ним вежливо относятся, как боятся сказать дурное слово. Тут же мы видим противоположность. Мы видим, как обычного пацана малолетку ломают, откровенно ломают, вызывают подкрепление, прижают подкрепление, этого пацана все-таки мордой в асфальт ложат и крутят. Но я считаю, что это просто верх идиотизма, за который должны понести ответственность все эти полицейские. Забегая вперед, скажу, что действия полиции однозначно попадают под уголовную ответственность. Это просто необоснованное применение силы. Я не вижу на этом видео ничего такого, что могло повлечь применение силы к пацану еще и несовершеннолетнему. У меня просто в голове это не укладывается. Я хочу, чтобы это видео вы посмотрели. Обязательно подобные случаи нельзя замалчивать, надо их освещать, как можно больше распространять. Я попытаюсь выяснить, чем закончилась эта ситуация, на ком она сейчас этапе, потому что видео совсем свежее. Я думаю, что сейчас это все в процессе разбирательства. Попытаюсь найти этих людей в городе Кременчук, кто стал участником этих событий. Если вы смотрите, тоже напишите, отзовитесь. И проинформирую вас о том, что произошло дальше. Смотрите, комментируйте, друзья. До встречи. А за что? За что? Что вы, блядь, его руки, за что вы это делаете? А вы видите, за что? Вот там вот валяется человек пьяный. Почему вы его не трогаете? Почему вы ребенка трогаете? Да ты, блядь, молодой. Пацан подошел, во дворе сидит. Покажи где валяется. Он валяется, пьяный. Пошли пока сухие. Да Вера, да Вера, пошли. Я это говорю. Пошли пока сухие. Так он трезвый сидит. За что ты его забрал, блядь? За что он трезвый сидит, блядь? За что ты его забрал, блядь? Да нет, за что ты его забрал, блядь? За малолетки Галины. Боже мой. Я сказал, это трогайся. Больной на голову. Да нет. Молодой мальчик просто сел на лавочке с девушкой. Сетили с девушкой, с ребенком, и то есть им не понравилось. Как-то надо заработать денег, получается, сегодня. Я сказал, пять минут, пять минут. Ты молодец. Какая ответственность? Он украл, побил там кого-то. Какая ответственность? Сейчас он снимает, глядит, сколько человек. Сейчас за лгом так само поешь, и бутылку пива выпьешь. Так он ее не пил. Рядом стояла, и ты за это, блядь, давай ему руки, кости поломай, ребра, чешо. Да, чешо, давай. За что ты его вообще забрал? За что? План, план не сделали, чешо. Мне, конечно, можно было предупредить, но не ломать. Вы же его ломаете. Так а что же вы, блядь, ломаете все на свете? За что? Какой закон? За что вы его ломаете? Девочки, блядь, дебилишки, двоюрод. Вы обои два дебила, блядь, я вам повторяю. За что ты меня, блядь, задерживаешь? Старший, за что вы его ломаете? Да поставьте, он стоит ровно. Так а он стоит нормально. Да, о, 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 ты все очекочен. Да, ты здесь, случайно. Давай, 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 давай. Пожалуйста, пожалуйста, я тебя, блядь. Успокойся. Мама, давай, 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 не давай. Успокойся. Да пусти его, постоит рядом, он, шо, блядь, вырывается, че шо. Он просто стоит. Часть у тебя Таня зовет. Хорошо, успокойся. Отойди от меня. Да, ты. Хоть бы дальше, чтобы сейчас мазануть, зачем оно тебе надо? Да я не подхожу близко. Он, ребенок, уже кидается. Что вы творите? Он, пьяный, валяется. А че вы не берете? А че вы не берете? Там пьяный валяется. Суд рыгают и бухают. Нет, вот там вот, вот там вот суд бухают и рыгают. Кого ты задержал? Ну вы его поломали. Кого ты задержал? Який порушник? Порушник чого? Шо он порушив? У нас, вить, будь ласка, шо он порушив? Кого он задержал? Пускай дернется. Кого он задержал, блядь? Кого он задержал, блядь? Я тебе говорю, дружок, давай дернай. Сепаратист? А где на лице написано, что это сепаратисты, красава? А у нас, разве закон есть задерживать сепаратистов или что? Руки, я сказала, убери от меня. Ты просто не упал. Я убери, убери те. Убери те. Ты не живешь ягоди. Ничего себе, блядь, не уйдешь. Денег на премию, заработать на премию. План, план, же, план. Я тебе хотел, что мы полчаса сидели на той же лавочке, нам два штрафа максимально. Вы чулы, я хиператист. На основании чего? Почему вы его ломать начали? Так он стоит свободно. За что вы его ломать начали? Сидите полицейскому, я тебя увольняйся. Дайте ему одеться, ему холодно, он одеться хочет. Ты, блядь, работать не будешь, чувак. Да ты что? Ничего, давай, дергай. А ты не боишься, что тебя машина где-то собьет? Я тебя граблю, упаду там просто. Не боишься? Нет. Очень жаль. Не мили ради бога. За что чувака, блядь, за то, что он, блядь, сидел пиво, бутылку распил, там, мы сказали, ему предупреждение. Он его выкинул. Он говорит, что купил распорядку. Не просто. У меня же не имеешь права 85 гривен выписать. Не кричать. У меня маленький ребенок спит. Вот на этаже. А вы кричите, разбудили молитву. Полиция разъемилела. Группа захвата, давай на бабу срывай. Дайте ему одеться. Вот такой наряд. Поехали. Не очереди. Чуть. Третья, блядь, она ехала. Ага. А когда людей ешь, ты лебют, так там... Вот, это мелко. Алина, я тебя прошу. Люду собирал. Алина, я тебя прошу. Люда, Люда. Люда, Люда, иди сюда. Люда, Люда. 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 Его курточка. Знаете, конечно, он там носит тело, он не засовывает. Послушайте меня. А, мы уходим. Все, уходим. Подожди, успокойся, успокойся, подожди. Это тот же самый, как и ты человек. Струсуй, писай. А, все заснято. Все беретах. Бегида. Лун. Бегида.